Всем привет, меня зовут Татьяна, я рада видеть вас на канале ЯКнига. В этом видео я расскажу о своих покупках. Но, правда, это не книги, а манга. И одно... Нет, два Ранабе. Так что, если вы фанат данного жанра, то смотрите это видео. Ну, даже если нет, всё равно смотрите. Первая покупка — это Ранабе по манге «Человек-бензопила», который называется «Человек-бензопила. Истории о напарниках». Сама книга идёт в твёрдом переплёте, но также имеется и суперобложка. Внутри книги есть цветная вклейка с персонажами, она двухсторонняя. Но, в принципе, при желании её, думаю, можно аккуратно отрезать канцелярским ножом и использовать в качестве плаката. Вот так выглядит первая сторона, и вот так выглядит вторая сторона. Ну, довольно неплохие арты. В самой книге четыре истории о разных персонажах. Также в книге достаточно крупный шрифт и белые страницы. Я начинала читать. В принципе, Ранабе выполнена в таком же стиле, как и манга. Очень много юмора, шуток, и, в принципе, сохранена специфика. И, помимо этого, есть ещё несколько чёрно-белых иллюстраций. В целом, довольно интересное дополнение к манге. Следующая покупка — это манга «Тетрадь дружбы» Натсуна. Я купила пять томов, но, к сожалению, первый том я нигде не смогла найти, поэтому приобрела со второго по шестой. Первый буду читать в электронном формате. Вот так, в принципе, выглядят обложки. Манга рассказывает о японском школьнике, который учится в старших классах и обладает необычной способностью. Он может видеть потустороннее всевозможных демонов, духов, и из-за этого его считают странным. На данный момент вышло 24 оригинальных тома. В России эту мангу издаёт издательство Excel Media, и манга издаётся амнибусами. По два оригинальных тома в одной книге. И манга имеет такие жанры, как драма, сёдзе, сверхъестественная. Манга выпускается в твёрдом переплёте, также есть суперобложка, но внутри, к сожалению, нет никаких цветных клик или иллюстраций, и самый обычный формат манги с дополнительной информацией и, в принципе, неплохой рисовкой. Также я купила Ранабе, который называется «Ты сияешь, луной ночью». Сама книга идёт в мягком переплёте, но у неё также есть суперобложка, а внутри несколько цветных вклеек. В принципе, белые страницы и крупный шрифт. Насколько я знаю, есть ещё манга, но я захотела купить именно Ранабе, которая повествует о том, что девушку положили в больницу за болезнью люминесценции, и эта болезнь называется так из-за того, что тела тех, кто страдает от неё, слабо светятся при лунном свете, а освещение увеличивается по мере того, как человек приближается к смерти. Также меня заинтересовала манга, который называется «Момент жизни». Всего вышло 4 тома, поэтому читается достаточно быстро, и манга написана в жанрах «Поседневность», «Романтика», «Дзёсси». Также сам объём манги достаточно маленький, и томики довольно тонкие. Сюжет происходит в 1960-х годах, а центральным персонажем является молодой художник, который в поисках вдохновения переезжает на остров, где после долгого творческого кризиса вновь начинает рисовать. Манга в мягком переплёте, у неё есть суперобложка, и внутри есть цветные вклейки, что, в принципе, не может не радовать. Ещё одна манга от издательства «Эксель Мете» — это манга «Я Сакамото, а что?», которая написана в жанрах комедия, школы и повседневность. Главный герой книги Сакамото, несмотря на то, что не обладает никакими сферестественными способностями, всё делает идеально и делает по-особенному, и именно поэтому он обладает такой невероятной популярностью в старшей школе. Его характер слишком идеальный и даже, можно сказать, карикатурный, потому что всё, что он не делает, всё просто идеально. В России об этой манге я практически не слышала, но за рубежом она довольно популярна и даже выигрывала награды и была в топе самых продаваемых манг. Так, например, в 2013 году было продано примерно 930 тысяч экземпляров первого тома. Всего вышло 4 тома, но томики достаточно объёмные. И мне безумно нравится оформление как самой суперобложки, так и самой обложки манги. И даже обложка манги мне нравится намного больше, чем суперобложка. Ну и рисовка довольно приятная. И последняя покупка – это новинка. Первый том манги – Медалистка. На данный момент вышло всего 9 томов, а в России только один. И, насколько я поняла, манга находится в состоянии ангоинга. Повествует эта манга о том, как бывший профессиональный фигурист становится тренером по фигурному катанию 11-летней школьницы, которая мечтает однажды выиграть олимпийскую золотую медаль. И, как уже понятно, манга будет про спорт, силу воли и стремление к победе. Я не помню, как называется этот жанр, но знаю, что в метках ещё стоит драма. Также порадовала, что в манге есть цветные вклейки, но рисовка показалась мне довольно простой. Также манга выпускается в втором переплёте и суперобложка издательства «Азбука». Вот такие книжные покупки получились. Я очень довольна и уже жду, когда начну читать. Всем пока!